ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получил ответный пас, прострел. И четыре защитника Спартака только наблюдали, как форвард Динамо в касание переправлял мяч в угол. Калиниченко неформально подошел к подаче углового. Точный пас снизом Булатову, штанга. Прекрасный прорыв Германа Ловчева. Удар выручил Крамаренко. Динамовцы занервничали. Ошибся опытный Цвейба, и Калиниченко перевел мяч на правый фланг Писаревы. Прострел. И Ширко, сыграв на опережение, головой срезал мяч в угол ворот. 1-1. Вскоре изящная четырехходовка в одно касание Парфенов, Булатов, Титов и Ширко уже никто не мешал, но мяч улетел выше ворот. Ворот, и Гогниев не воспользовался пасом Клюева. Футболисты стали играть жестче. Точилин фалит против Чуйсы. А вот момент, когда травму получил Калиниченко. Максима ушиб икроножные мышцы. А пока активный Ловчев прорвался к воротам и даже забил. Но после свистка Баскакова положение вне игры. Желтая карточка и замена. Ловчев под аплодисменты трибун покинул поле, уступив место Ирисметову. Робсон, заменивший Калиниченко, прорвался по центру. Сумел в падении отпасовать Грановскому. Титов выполнил забегание и выложил мяч под удар все тому же Ширко. У мяча было два пути. Либо прямо в ворота, либо в ногу Ирисметова и опять же в ворота. Однако он пошел своим путем. В штангу, от которой отскочил в руки удачливому Крамаренко. Динамовцы ответили штангой на штангу. Это Гусев выполнил классный обводящий удар. Чуть-чуть не повезло. А затем Ширко мудрым пасом вывел один на один Робсона, который из идеальной позиции выстрелил в низкие дождевые облака.